Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этом видео я вам покажу новый главный экран Иксбокса, который выйдет в 23-м году. Как вы знаете, я очень много повидал главных экранов Иксбокса, потому что я владею Иксбоксом там с года 2015-го, когда он вышел в Россию, а именно там с модели Иксбокс Ван, да, и честно... Почему именно сейчас, объясните, а? Короче, главных экранов Иксбокс Ван я на самом деле не видался. Дело в том, что всегда, когда Майкрософт обновляла главный экран, она это делала, потому что либо старый дашборд лагал, либо он был неинтуитивный, неудобен, если вы вспомните самый первый дашборд, да, то вы увидите, что там очень много всяких, ну, там, каких-то вкладок, не связанных с играми. И тогда, когда игроки покупали консоль, им самое главное нужно было найти список игр, в которые они могут поиграть, и почему-то первый дашборд, он особо этим не прижился, за что его сильный хейтель, плюс он реально был перегружен, вернее. Да, и из-за этого он реально тормозил, то есть сейчас дашборды, которые вы видите, они прям вот такие, прям сасные были, то есть они быстро работают, а тот прям тупил, ну, невероятно. В итоге Microsoft всегда пыталась это все как-то исправить, обновить, да, и то есть, наверное, новые дашборды мы получали раз в два года, если я не ошибаюсь. И, так скажем, данные дашборды реально друг от друга отличались, потому что там добавлялись какие-то функции, наоборот, убирались, да, потому что если же в первом можно было там шевелить рукой при помощи кинекта, да, можно было использовать снэп, то потом эти функции чик-чик повырезались, и, по сути, вы знаете, какой сейчас дашборд, он простой, удобный, понятный и так далее. Если честно, я не знаю, зачем данному дашборду вообще какие-либо изменения в плане, ну, вот, в плане визуала, но глядите на экран, это новое главное меню дашборда Xbox, который, опять же, повторяюсь, выйдет в 23-м году. Как вам? Чтобы вы понимали, этот дашборд, он не выйдет в следующем обновлении по типу, вот вам новый апгрейд, посмотрите, это новый дашборд. Нет, этот дашборд будут тестировать до 23-го года, и только тогда он выйдет. Если взглянуть на дашборд детально, единственное изменение, самое глобальное, которое можно здесь заметить, которое, в принципе, прям сразу бросается в глаза, это то, что они убрали большую иконку игры или приложений, который был запущен пару минут назад. А, на мой взгляд, когда вот они ее убрали, дашборд стал выглядеть каким-то неимоверно простым, то есть, какого-то эстетического удовольствия ты от него вообще не испытываешь. Еще одно нововведение, я так понимаю, это иконка моей игры и приложений, на мой взгляд, она стала хуже, вот эти вот, в котором дашборде сейчас, иконки, в котором видны несколько игр, смотрятся как-то привлекательнее, как-то немножко дороже, нежели просто иконка полупрозрачная. Ну уж, извините меня, мне это реально как-то не понравилось. Можно заметить то, что около него появилась иконка Microsoft Store, на мой взгляд, это стало, ну, становится чуть удобнее, потому что, чтобы зайти в магазин, вам нужно где-то сделать два клика. То есть, нажать на Xbox Guide, перейти вниз и нажать на дашборд. То есть, да, как бы то, что магазин прямо на главном экране, это прикольно, прикольно, тут как бы базару нет. Вот, также мы зачем-то здесь видим поиск. Вот, может быть, вы мне объясните, зачем сверху поиск. Это у нас как бы, ну, не браузер, это у нас не какая-то поисковая система, и, соответственно, зачем здесь поиск. Просто, если вы вдруг не знали, то поиск можно было просто включить одной кнопкой, это Y. Оп, и все, вы можете искать любую игру, которая вам нужна. И, соответственно, как-то выносить на дашборд вот эту вот иконку поиск, на мой взгляд, это, ну, вообще, вообще, типа, зачем? Правда, вот если кто-то находит реально какое-то объяснение, то напишите об этом в комментариях. Также, как мы видим, здесь добавили иконку настройка, она находится чуть сверху. На самом деле, это удобное решение, потому что, чтобы перейти в настройки, там, поменять регион или что-то как-то покопаться, действительно, надо было его еще сначала найти. Потому что, вот, если мы сейчас переключимся на дашборд, как мы, кстати, сейчас переключимся, просто посмотрите, насколько это не особо интуитивно можно было сделать. Я понимаю, что, в целом, у нас менюшка вот здесь, да, потому что я недавно ее включал. Но, чтобы перейти в настройки, это нужно нажать кнопку гайд, перейти вот сюда и нажать параметры, и только тогда, ну, только тогда мы, по сути, перейдем вот в эти вот настройки. На мой взгляд, когда настройки видны сразу, это, опять же, ускоряет процесс, и обычный пользователь реально не запутается. За это решение реально лоис, как бы, ну, здесь, здесь по факту. Ну, а что касаемо остального, именно то, что они там переработали иконку батареи, которая стала, вроде как, еще меньше и немножко толще, да, ну, зачем это делается, непонятно, потому что по старому индикатору и так не очень понятно, насколько уменьшилась батарея. Если бы они писали в процентах, было бы вообще идеально. Ну, тут они просто, мне кажется, это сделали, потому что добавили сюда иконку поиска. Опять же, зачем она нужна, я не понимаю. Вот, в целом, изменений больше нет. И, опять же, зачем такие изменения были нужны? Я согласен, если бы добавили там просто иконку настроек, да, которая была бы сразу видна на экране, чтобы там человек не мучился, ни туда, ни сюда делал. Но остальное, не знаю, на мой взгляд, зачем-то и в дашборд Xbox становится неэстетичнее и намного проще. То есть он и так, как бы, был простой, да, но он хотя бы был немножко красивенький. А сейчас это просто какая-то простота, простота и еще раз простота. Я не знаю, как вам, но мне вот всегда запоминается, вернее, всегда помнится дашборд, который вышел, по-моему, в году 2016. Это был, на мой взгляд, самый красивый дашборд. Там игру можно было не то, чтобы свернуть, она всегда показывалась на главном экране. И весь дашборд, он, знаете, он такой был реально какой-то дорогой, реально какой-то инновационный. То есть в нем копаться было одно удовольствие и самое главное, что все нужные иконки там действительно были на экране. И от него я вот прям пищал, потому что там, по-моему, тогда был еще и снэп и все остальные приблуды. И действительно классный, офигенный и самое главное, быстро работающий дашборд Will. Вот, но потом майки куда-то сворачивают, на мой взгляд, не туда. Как бы хочется, наверное, какой-то эстетики, хотя бы маленькой. Я как бы понимаю, что они работают над приложением, в котором можно будет создавать свои изображения. Но что-то в последнее время я не слышу о нем новостей. Но я хотел бы им воспользоваться и создать что-то эксклюзивное для вас в стиле GPX, чтобы это было как-то прикольно, индивидуально. И почему бы в целом-то и нет. Вот, в общем, вот такие вот изменения. Нас ждут в 2023 году, да, кто-то будет его тестировать. Если там будут новые функции, я об этом тоже расскажу, потому что мне очень интересно, как они обоснуют вообще новый дашборд и зачем это они все делают. Но, на мой взгляд, опять же, данный дашборд стал менее эстетичный. И все вот эти изменения, которые внесли, конкретно вот поиск, я не знаю, переработки вкладки моей игры и приложения, конкретно, что ее сделали полупрозрачной, без какого-либо дизайна. На мой взгляд, такой себе. Единственное, что здесь это понравилось, так это иконка настройки, потому что два клика, считайте, тык-тык, ну вот, поднялся один раз, да, и сразу нажал, и, как говорится, зашел. Но тут, в общем, такие вот дела. Напишите обязательно в комментариях, как вам дашборд, потому что лично мне он не особо понравился, потому что, опять же, он стал выглядеть неимоверно просто. И, на мой взгляд, как-то не особо функционально. Вот игры, вот приложения, вот магазин. Да, как бы, в консоль ничего больше быть не должно, да, по идее, но, в любом случае, как бы, мне этот дашборд вообще не радует. Я, конечно, и к дашборду Xbox Series относился так себе, потому что неимоверно простой был, да, но я к нему привык, а к этому как-то он, ну, не знаю. Я, если честно, хотел бы, чтобы они его не выпускали, а придумали что-то более, наверное, красивое. Потому что, знаете, когда я смотрю концепты, которые делают простые люди, да, там, не работающие Microsoft, у них это получается довольно-таки интересно. То есть, я хотел бы попользоваться данным дашбордом, и он, мне кажется, как, ну, они мне кажутся действительно какими-то интересными. А то, что вот выкатывает Microsoft, я, как бы, понимаю, что, может быть, с технической точки зрения, или, там, с точки зрения какого-то байта на нажание рекламы, это классно, на сжатие магазина, но... Этот дашборд я оцениваю по визуалу, наверное, трех из десяти. Крайне просто, и, на мой взгляд, это просто ненужные изменения. Также, кстати, хотел бы поднять тему насчет того, что любой дашборд вообще не интуитивный, что касаемо дашборда Xbox. На мой взгляд, это говорят только, наверное, те, кто пользовался только, наверное, другими устройствами, то есть, либо плойкой, либо Nintendo Switch. Почему? Потому что дашборды вообще в целом их отличаются, и если ты вдруг переходишь на другую платформу, оно понятно, почему оно тебе не интуитивно, потому что ты привык немножко к другому расположению, к другой, так скажем, концепции. Просто вот, например, я, тот человек, который включает плойку, достаточно редко, наверное, где-то один раз в три-два месяца, да, то есть, тогда, когда я захожу на дашборд плойки, я теряюсь. Я до сих пор не знаю большинство функций плойки, то есть, ну, потому что они, как бы, мне не нужны, но, так или иначе, чтобы выключить консоль, я еле догадался, что нужно было, там, например, нажать и, там, что-то сделать шторку вниз. То есть, для меня это тоже темный лес, и, на мой взгляд, это обосновывается тем, что просто немножко разные платформы, немножко разные концепции, поэтому, как бы, теряется. Но я вот просто всю жизнь пользуюсь дашбордом на Xbox, да, я вообще ни разу в нем не потерялся, я всегда все нахожу, что нужно, да, и, в целом, как бы, он для меня удобен, нежели дашборд плойки. Но, чтобы сказать, что, например, дашборд плойки неинтуитивный, ну, наверное, это немножко неверно, потому что он неинтуитивный для меня, потому что я привык именно пользоваться дашбордом Xbox. В общем, опять же, пишите свое мнение насчет дашборда, мне интересно послушать мнение вас. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до новых встреч, пока-пока. Ждем 23-го года именно этого нового дашборда. Ой.